здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас ну с одной стороны депутатская программа с другой стороны профессионально потому что как вы знаете депутаты совета депутатов городского округа люберцы они это у них как общественная нагрузка до депутатства а помимо этого есть основная профессия сегодня в студии у нас генеральный директор алюберецкого авторемонтного завода депутат совета депутатов городского округа люберцы дмитрий сухов здравствуйте дмитриевич добрый день ну прошло уже довольно много времени после того эфира когда вы были как у нас сейчас принято говорить в крайний раз вот времена меняются очень быстро все стремительно так сказать набирает обороты но сейчас главная проблема это ну для скажем особенно генеральных директоров это сохранить производство до сохранить людей ну и самый лучший еще вариант еще и предложить кому-то работу как у вас дела на вашем замечательном авторемонтном заводе который вы наверняка любите безусловно как я не могу любить предприятие на котором тружусь конечно вы знаете вот мне кажется из вас бы хороший здоровик у нас получился уже на вы уже все идем на авторемонт да 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 вы прям четко уловили тенденции безусловно жизни диктует какие-то свои коррективы и конечно кадры решают все и безусловно для нас не только так же как и для всех остальных люди для нас это самое главное конечно мы испытываем какие-то потребности в человеческом ресурсе в самом главном ресурсе да поэтому мы готовы принимать например молодежь в качестве прикреплять ним наставников и скажем даже тема да да то есть безусловно конечно передача опыта и получение нового тем более есть вещи которые скажем так скажем так молодежь даже знает лучше вот потому что они ближе компьютерной техники технологичную до технологичности то есть безусловно это вопрос важный и мы готовы скажем так взаимодействовать в этом вопросе хорошо ну а тут еще такой важный момент что есть понятие высшего образования до средняя специальная но и есть люди которые вообще ничем не хотят заниматься чушь там греха ты та же самая молодежь поэтому на уровне правительства и вообще государство сейчас делает такой акцент ну понятно высшее образование само собой идет да как всегда это важно другое дело что там пытаются найти другие какие-то направления которые необходимы для поднятия всей экономики до или поддержание ее в нормальном состоянии с другой стороны потребность вот в людях как раньше в советское время мы назвали пролетариат и так далее это люди которые очень хорошо знают производства которые действительно умеют работать и головой и руками и могут делать в данном случае если речь идет о вашем предприятии да действительно пользоваться какими-то технологиями где вы их тогда ищите кто-нибудь готовит сегодня таких специалистов но я вам так скажу безусловно это вопрос сложный но так как мы применяем различного рода скажем так программы бонусы мотивацию мы все-таки нам есть чем гордиться да и наши сотрудники самые лучшие сотрудники в сфере вот и конечно вот я уже сказал чуть выше да то что процесс наставничество значит мотивация через заработную плату предоставление каких-то ну бонусов виде этом различного рода там питание и так далее да это скажем так влияет на трудовую дисциплину и безусловно у нас коллектив растущий вот и мы идем вперед понятно но уверенными шагами чем сейчас занимается вообще предприятие но нашего можно только вам обращается какие у вас направления работать но мы оправдываем свою вывеску мы любилецкий авторемонтный завод мы ремонтируем как грузовой так легковой транспорт а вот бегу в большинстве своем но раньше мы специализировались там скажем так в советское время предприятие ремонтировала газ 51 газ 53 это ключ и да то что то что было а вот сейчас мы скажем так большой мультисервис назовем это так то есть мы приезжали ремонтируем по большому счету да потому что очень многие вещи взаимозаменяемые узлы похожие и люди но есть конечно же этап газели до газель ну газель это сам бог и лил конечно не то поражали через все да нет почему мы не только прошли он на час есть сейчас это безусловно да то есть груза кстати вот мы же сейчас ставим перед таким выбором китайский автотранспорт да и тот автотранспорт который мы называем своим или не знаю российской китайский так далее готова мы сегодня к этим вызовом потому что на техника же не делается у нас уже на века как раньше она делается на какой-то срок то есть через пять лет а иногда говорят уже через три года машина теряет какие-то свои кондиции и как раз приезжает к вам но скажем так проблема запчастями немножко присутствует не будем лукавить да то есть это вопрос такой открытый да то есть ясный но скажем так все что касается китайского автопрома сейчас расширяется скажем так склад запчастей для китайских машин все будет ну я думаю да я думаю да то есть это вопрос единственное что может получится так что это вопрос времени просто вопрос доставки вот если какой-то там детали такое которое не очень востребовано возможно этого пожаре ожидаем это налаживание понятно что только только начал начинается этот процесс а вот то что касается на запчастей для других моделей то тут уже идет раньше либо импортозамещения которые тоже пытаются со всех сторон как-то усложнить да то ли это как вы говорите замена аналогичными деталями но хорошего качества хотелось бы но здесь скажем так если говорить там про европейский автопром там немецкий в данном случае да то последние модели конечно мы столкнулись больше не с отсутствием каких-то запчастей а программного обеспечения электроник мозги мозги то есть не прошиваются не перепрошиваются вирусы и прочее так такая вот проблема бывает ну скажем так а что вы с ними делаете просто мозги вынимаем и едем дальше нет ну так я так и юра так но есть разного рода варианты то есть есть мастера вот ну ладно по поводу технологичности для этого тоже нужно может быть люди и не только со специальным и с высшим образованием иногда приходят кстати такие которые имеют за плечами университет или институт на работу ну вы знаете скажем так я сейчас просто попытаюсь перебирать людей ну есть но мы в меньшей степени но вы знаете вот вы говорите там вот разделяете среднее образование высшее образование вы знаете мне кажется что в наше время главное иметь цели хотеть то есть вот вопрос диплома он конечно важный вопрос то есть скажем так высшее образование она все-таки больше раскрывает мозги на стратегические какие-то вещи на умение учиться и как бы мыслить широко техническое образование прошу прощения среднее образ специальное образование она все-таки более это такое скажем так детальное и конкретное да у нас специфика все-таки больше конкретная да но вы правильно коснулись темы вот так быстро все меняется вот мы все видим прекрасно что достаточно сильно ворвался к нам китайский автопром и безусловно здесь бизнес инженеров которые бы могли применить свою смекалку навыки ум и знания не обходится и конечно те сотрудники которые у нас работают нам в этом деле решают эти задачи и достаточно успешно возникает вопрос как вы понимаете авторемонтный завод что со временем не происходит даже когда открылся вообще европейский рынок машины хлынули автомобили хлынули начали появились появилось слово дилер появилось слово что надо ремонтировать машину именно у дилера то есть чтобы надписи совпадали потом проходит время и опять человек едет куда в гараж то есть тема гаражей по-прежнему остается вот как вы считаете некие искусственные мастера которые существуют в гаражах почему они до сих пор есть и это же фактически ваши конкуренты если мы берем например ну частный транспорт конечно грузовой наверно сложнее хотят и такие наверное из но вы абсолютно правы безусловно все упирается в то что если человек имеет определенный навык но то что я говорил собственно говоря чуть выше вопрос знаний вопрос целей на то есть если человек хочет и он обладает определенным навыком и у него есть какая-то возможность виде какого-то маленького гаража есть клиентская база конечно он хочет работать на себя и у него есть возможности что собственно говоря и происходит но есть один момент скажем так тот комплекс услуг и набора в одном месте конечно всегда выиграет по отношению с частником который где-то в гараже делает одну там или две операции ну да как же либо покраска до либо все остальное да потому что все вместе вряд ли вы абсолютно правы потому что это ремонт автомобиля это там не обязательно там кто-то например специализируется вот вы говорите про гараж не когда минуту ну кто-то занимается подвеской например кто-то занимается ремонтом двигателей кто-то может быть просто занимается покраской мы оказываем полный цикл полный комплекс услуг на вас наверное дороже ну я не могу сказать как вот понимаете почему в гараже то едут тоже дороже вопрос вопрос гарантии раз но не знаю там может быть в гараже кто-то и дает какую-то гарантию здесь скажем так можно долго на эту тему рассуждать но мы вы знаете мы скажем скажу честно у нас мы не испытываем трудности в в клиентах да то есть здесь вопрос просто тут я бы знаете как перевел бы русло бы немножко в другой разговор вы понимаете я так вот иногда думаю о будущем да вот раньше была там одна машина там говорили про газ 51 до 53 ну понятно время идет время время идет но я вот почему-то вижу что лет через десять машины будут вообще без водителей я не удивлюсь то есть можете машины как-то по-другому будет да то есть понимаете тут надо наверно вот туда дальше больше заглядывать это уже по как таковых уже нет да она стоит там где стоит да и все тоже раньше надо было ее спрятать и так далее там с ней повозиться ну в любом случае подводя итоги во второй части мы поговорим о депутатской работе естественно подводя итоги как в будущее смотрит сегодня коллектив вашего завода тем более что осень плавно переходит уже зима там новый год новый год во всех смыслах этого слова ну конечно с оптимизма с оптимизма как мы можем смотреть запчасти наладится китайским автопром все будет хорошо коллектив пополнится новыми кадрами абсолютно верно то есть будете завлекать какие-то акции бонусы зарплату хорошую платить но это прям новогодняя какая-то почему где-то будем дедами морозами да но я просто честно скажу я с уверенностью смотрю в будущее я просто уверен что все будет хорошо и запчасти будут не только китайские но и российские и замечения импорт импортозамещение обязательно сработает и все у нас будет супер но может так сказать пока есть автомобили или вообще машины как таковы они будут ломаться их нужно будет ремонтировать то есть у вас будет что бесконечный цикл я думаю что мы будем делать техобслуживание машины не будут ломаться а вот так мы будем развивать и к профилактику медицинский подход абсолютно верно я понял напомню что в гостях у нас дмитрий сухов генеральный директор люберевского авторемонтного завода первую часть мы посвятили этому разговору потому что действительно важно сейчас что есть предприятие конкретное родное что называется есть возможность и постоянно идет поиск для того чтобы прийти на него устроиться наверно до связаться да можно на завод прийти отдел кадров у вас есть какой-то как положено да конечно а вот во второй части мы поговорим уже депутатской деятельности дмитрия сухова дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях дмитрий сухов генеральный директор люберевского авторемонтного завода о чем мы говорили в первой части но теперь о депутатстве депутат совет депутатов городского округа люберцы дмитрий осень же такой сложный период все батареи уже топят никто не жаловался я вам по секрету скажу у нас на предприятии мы тоже обновляли систему а вот и кое-где были какие-то маленькие проблемы до пробочки но мы вот успешно успешно решили как депутату пока не слышал обращение я почему такой вопрос адресу это как бы глобально сейчас вот ну когда отопление уже все действует начинаются другие проблемы поэтому следующий вопрос осень отличается от других месяцев особенностями все-таки заканчивается летний сезон на многое можно я имею ввиду ну простому жителю закрыть глаза когда там учет не покрашена или с клумбой что-то нету а сейчас как бы все немножечко туда квартиру домой в жкх отличается но росьбы я вы знаете так скажу у нас на округе 4 человека нас депутатов да и один из них до квартет да и один мой коллега владимир николаевич брянцев он как раз сотрудник теплосети и вот тот вопрос который вы подняли он у нас контроль да очень хорошо закрывает и видим на им поэтому я даже и не в курсе да и не в курсе этих проблем поэтому ему спасибо большое за это вот вопрос с как система работает она же но например в москве общая такая система жкх ты дозваниваешься пытаюсь дождаться пока с тобой поговорит какой-то там ну оператор людям же приятно чтобы услышать голос у нас опять же все автоматизировано ты оставляешь за или ты оставляешь заявку вот у меня просто же была пробка и пока я там сидел на следующий день батареи уже были теплые то есть они пришли сделали это просто посмотрел по результату но по номеру своему то есть автоматизация такая ну хорошо кроме жкх с чем приходит и приходят или где у вас сейчас прием но прием люберецкий авторемонтный завод октябрьский проспект 241 каждый второй вторник текущего месяца я принимаю осуществляю прием как депутат безусловно готов выслушать всех со своими просьбами кто подходит приходит рассказывает делится чем можем тем помогаем вот значит большинстве своем было много вопросов и обращений если говорить про летний период времени но это связано как правило с установкой различного рода детских площадок на ровную дворовую территорию уборка заборчики очень многие хотят вот где это тогда но городе ну или красивые декоративные ну все хотят оградиться и красиво а можно сейчас огораживаться вы знаете это по желанию если жители дома объединяться составят письмо найдут средства на эти цели напишут кто будет ответственный пожалуйста могут забор да подать подать заявление установленной форме и по определенному скажем так алгоритму определенного размера в принципе это возможно но только если это пролетная да да есть и есть определенные требования конечно за этим надо следить и вся некоторые делают просто да да то есть вопрос в содержании тут же вопрос кто это будет поддерживать вот то есть если есть желание есть и на взять желание взять на себя ответственность ради бога это в принципе можно вот что хотелось бы добавить сейчас очень много наверное все таки вопрос просто больше связано со своего то есть это сейчас самая такая актуальная вещь и наверное вот нам как депутатам конечно больше приходится заниматься этим вопросом это семьи да это семьи это гуманитарная помощь вот буквально вот мы сейчас здесь сидим наша машина вчера отправили вот где-то сейчас в луганской области созванивался то есть должны передать значит мы организуем сбор гуманитарной помощи ну участвуем сами непосредственно у нас один сотрудник мобилизованы то есть мы с ним поддерживаем связь какие-то просьбы в бригаду соответственно ну да это наш сотрудник мы туда отправляем и тем ребятам которые вместе с ним гуманитарным конвоем таким своим местным маленьким вот газелька поехала у нас сейчас где-то в луганской области не буду говорить про точку ну да хорошо а там еще какие-то социальные вопросы которые связаны уже не с свого а с гражданами там медицинская тема тема каких-то не знаю ну может быть операции может быть устройство детей в детские сады да безусловно есть обращение с просьбой в детские сады в школы если кто-то кто-то переехал или там какие-то сложности мы очень активно участвуем в этом процессе и нам собственно говоря никто не препятствует в не в решении в образовании на какая-то схема уже до работает когда кто-то обращается по уже такой ну да у нас у нас телефоны же всех есть организация образовательных медицинских и конечно на связи где-то что-то позвонили мало ли знаете как бывает где-то кто-то чё-то не да нет неправильно мы заполнил уже не до слышал не да поэтому приходится иногда этот бюрократические какие-то вещи просто помогать и большинстве своем все решается хорошо ну и идем дальше понятно что депутатский корпус он работает и на своих участках тем более у нас принято что в разных регионах депутаты объединяются потому что все вместе наверно проще иногда решать какие-то вопросы а вот глобально совет собирается ведь там существует программа определенная которая касается всего округа обсуждается вот какие-то глобальные вопросы не федерального значения это понятно что решается на другом уровне а вот именно то что принято было в планах работы безусловно вопросы финансов то есть бюджет мы принимаем каждый год то есть смотрим статьи куда что то есть принимаем взвешенное решение которое там каждый борется за свой вы знаете в большинстве своем все понятно у нас достаточно квалифицированные сотрудники администрации которые хорошо разбираются в проблематику понимают и скажем так у все на чеку поэтому большинстве своем не возникает каких-то там нареканий или что-то ну может быть где-то что-то в каком-то объеме иногда бывает подправить я говорю что город городской организм он как растущий организм меняющийся постоянно растут да поэтому иногда приходится вносить какие-то корректировки вопрос денег особенно государственных требует коллективного скажем так принятия решений поэтому совет депутатов безусловно в этом участвовать хорошо ну а скажем так вот когда прием сейчас он очная у вас или есть возможность вам написать куда-то наверняка и телефон кто-то есть такие продвинутые пользователи жители которые могут депутаты лично позвонить вы знаете да безусловно есть телефон значит но я хотел бы сказать такую вещь безусловно по телефону какие-то вещи можно решить но я сторонник очного приема почему потому что знаете как бывают разного рода звонки они вызваны эмоциональным каким-то фоном и несущая сада нет они может быть я не так серьезно как человек может это преподнести и когда человек все-таки дошел до депутата и написал на бумаге заявление все-таки да вы абсолютно правы то есть вот этот период пока человек дошел и написал это говорит о том что это действительно боль то есть это действительно боль и в ней действительно надо помочь разобраться и реально участвовать потому что некоторые вопросы телефона могут быть эмоциональными ну да то есть эмоциональная эмоциональные какие-то вещи которые в общем-то в делу не помогут хорошо но понятно что вопросы бывают разные даже такая тема которые мы уже коснулись жкх может решиться просто тут технологически опять же техника а есть вопросы как вы говорите вот боль когда они могут быть длительного решения вы как начинаете решать ищите тех людей которые могут вам в этом помочь обращаетесь к своим коллегам обращаетесь дальше по иерархии депутатской если действительно проблема серьезно и вы понимаете что ну разве что свои деньги дать но вы знаете боль это как правило вот если действительно вопрос очень такой это не вот одному депутату не под силу то есть потому что как правило боль это взаимосвязано это что-то либо очень долго и очень давно что-то было и здесь вопрос конечно коллективные и на большом уровне и как правило эта вещь решается путем каких-то глобальных либо капремонтов но я сейчас говорю про какие там системы отопления то что бывают такие нарекания что вот у нас мы сколько уже знаете как вот всплывают в голове какие-то приемы когда говорят вот мы сколько там делаем а там что-то не так сделано да этот вал это вопрос неправильно решенной задачи очень давно и для того чтобы ее или может быть даже на стадии строительства то есть что-то было сделано изначально неверно и переделка очень проблематичная требующая ну как скажем так там посещение ну просто надо переделать весь дом образно говоря это конечно вопрос сложный и есть такие на примете не буду сейчас озвучивать вот мы безусловно общаемся с сотрудниками лгжт основной нашей управляющей компании где-то ставим в какой-то пытаемся поставить в на план да то есть капитального ремонта и вот как то так понятно то есть решаем вопросы ну и финале нашего разговора я не могу не затронуть как бы личную так сказать составляющие потому что вы предприятием руководите а хочешь не хочешь этой нервы это и успехи но это и проблемы которые все время нужно решать потому что коллектив состоит из людей кстати у вас еще работа частично из железа состоит частично из людей вы соединяете это все вместе вот плюс конечно же депутатская деятельность как у вас на личной жизни это отражается в дом это вообще как долго бываете по времени или так забежала и бываю я отец троих детей не уделить удивлять внимание но суббота воскресенье это святое суббота воскресенье это святое конечно в будние дни сложнее но все таки за увожу каждый день какой возраст и детей 9 7 и 3 так мальчики девочки таня 9 варе 7 юра 3 а то есть у вас и сын есть и 2 да понятно ну что ж остается пожелать вам удачи хороших вам коллег я имею ввиду подчиненных на вашем предприятии которые действительно болеют за него а раз они болеют в хорошем смысле слова то и будут получать те самые бонусы которых вы говорили но и чтобы все наказы которые приходят вам как депутату не только удалось выполнить удалось выполнить с удовольствием что тоже очень важно дмитрий сухов генеральный директор люберецкого авторимотного завода депутат совета депутатов городского округа люберца был гостем нашей программы с вами был николай пивненко всего доброго до свидания